Аппарат Beagle 2, таинственно пропавший после входа в атмосферу Марса, наконец-то найден. Еще в 2003 году модуль успешно отделился от орбитального носителя Mars Express и направился к пыльной поверхности планеты. После чего о нем больше никто ничего не слышал. Предполагалось, что аппарат проработает на поверхности планеты около 180 дней с возможным продлением миссии до 1 марсианского года. Beagle 2 должен был исследовать геологию, минералогию, геохимию места посадки, собрать данные по метеорологической обстановке и климату и, конечно, провести поиск следов существования жизни на Марсе. Контакт с поверхностью состоялся 25 декабря 2003 года, но модуль неловко молчал. Инженеры понимали, что миссия на грани провала и всячески пытались наладить связь, но, увы, в конечном итоге руководители операции признали, что модуль разбился. Каково же было удивление, когда спустя продолжительное время при анализе снимков поверхности Марса, сделанных аппаратом на орбите, исследователи обнаружили предположительное место пребывания модуля Beagle 2. Оказалось, что модуль совершил посадку почти в запланированном участке, всего в 5 километрах от цели. Но на снимках не было обнаружено никаких следов разрушения аппарата, а напротив целый и невредимый модуль, а также несколько темных пятен, которые могли быть воздушными подушками и парашютами аппарата. С помощью визуальных редакторов исследователи смоделировали фотографии аппарата, визуализировав посадку модуля в различных конфигурациях и под различными углами освещения. Это помогло понять, что совершивший сравнительно успешную посадку европейский аппарат, вынужден был разворачиваться на наклонной стенке кратера. И именно поэтому, возможно, не смог далее нормально функционировать, так как был создан для работы на плоской, горизонтальной поверхности. Но кто знает, может быть именно сильный удар все же повредил всю электронику. Проверить это теперь невозможно. Но зато нам известно, что после посадки, как выяснилось, панели солнечных батарей не развернулись полностью, а лишь три из четырех. А ведь полное развертывание всех панелей было необходимо, чтобы не загораживать радиоантенну, которая передает данные и принимает команды с Земли через ретранслятор орбитальной станции. Но в этой истории есть еще кое-что очень удивительное. Возможно, что модуль даже работал в течение нескольких месяцев, в зависимости от того, сколько пыли оседало на солнечных панелях. Если бы Beagle 2 перешел в режим наземных операций, он мог бы в течение некоторого времени продолжать выполнять предварительно запрограммированные операции, с готовностью принимая данные и ожидая ответа от орбитальных аппаратов. Как бы там ни было, в конечном итоге оказалось, что собранные данные так и остались с аппаратом Beagle 2. Что ж, этот печальный случай показывает, что любая даже хорошо запланированная миссия может обернуться полным провалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok